Здравствуйте! Этот разговор будет очень похож на предыдущий в кабинете. После того, как уже вернулась из другой комнаты и вроде бы пришла в какой-то степени в себя новенькая, я предложил ей собрать круг, который её поддержит в том, в чём она хочет быть поддержанной. Она собрала круг тех, кто её жалел, и прямо на глазах она раскисала, скукожилась, превращалась в ту, которая была в начале марафона. Я срочно расформировал уже сам этот круг и посадил вокруг людей, которые никак не демонстрировали ей сострадание, и которая, скорее, раздражала её требования жалости. На глазах эта женщина, вообще-то, она руководительница небольшого, но успешного предприятия. И она стала жёсткой, она стала похожей на себя, она стала вот тем, кто она есть. Я вспомнил, я в прошлый раз рассказывал, как мужчина собирает себе круг, в котором он раскисает, а круг, в котором он приходит в себя, ему тревожен и не очень удобен. Как часто мы выбираем себе среду жалильщиков, которая нас расслабляет, хотя ничего за нас сделать не может, а вместо того, чтобы собирать тех людей, которые с нами ведут себя подлинно, не обещают решать наших вопросов, где мы чувствуем себя в том одиночестве, которое нас собирает, где мы приходим в себя удивительно, что мы очень часто выбираем среду, которая нас разрушает, добренькую. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова